Здравствуйте. Я из семьи военных и сам бывший военный. Военные, ясное дело, служат, куда родину пошлёт. Вот оказывается, у вас у священников ещё строжая ситуация. Вот расскажите, пожалуйста, у меня есть два священника знакомых. Один москвич, а настоятелем храме является в сопредельной области за 500 километров, а другой сельский батюшка, у него два прихода. Один за 60, другой за 100 километров от его села, хотя у него напротив дома действующий храм. Вот это какие-то политические причины для этого есть? Даже вот в литературе есть такой термин «сослать на дальний приход». Или это вот та самая катастрофическая нехватка кадров, особенно, я так понимаю, деканов их очень не хватает сильно? Спасибо, простите. Прощаю. Правда, не за что. Тут, понимаете, и то, и то, и то. Бывает священника, если он не поладил с начальством, так же, как и военного, могут услать на дальний приход. Самая обычная вещь. Человеческий фактор. А бывает, наоборот, нужно этот приход укрепить. А бывает, что нужно перевести на ближайший приход какого-то священника по, ну, каким-то обстоятельствам. И тогда приходится архиерею делать такие перемещения. А потом, вот рядом у нас дома, там есть приход. Но там уже служит священник, что же его убирать? Поэтому тут очень много разных существует вариантов. Так же, как у военных. Существуют, например, бывают временные такие строгости. Вот, например, на последнем соборе патриарх выразил такую мысль, что кто желает служить в Москве, пусть на Дальнем Востоке послужит годика три. Либо в Магаданской области, либо в Чукотской, либо в Камчатской, либо вот непосредственно во Владивостокской, либо в Хабаровской. Это касается священников или архиереев? Священников. Ну, архиереи тоже перемещаются. Вот из Магаданской Владыка Ефеофан перебрался в Ставрополье. Вот, Владыка Даниил из Сахалина сейчас его перевели в Архангельск, уже поближе. Он там совершал свое служение. Вот, так что такое тоже бывает, что перемещают архиереев. Ну, вот, есть в этом нужда. Потому что все-таки край суровый. На Камчатке там снега три метра выпадает. Вот, хотя необычайная красота, но и огромный полуостров, целая страна, трудно, вот, освященников не хватает. Край очень малонаселен. Если в Московской области есть трудности с духовенством, можете представить, что на Чукотке. Вот, там всего несколько храмов и 52 тысячи жителей на всей Чукотке. Очень большие проблемы. Без того, чтобы духовенство туда приезжало, так сказать, послужить, невозможно. Ну, представьте, военная часть, там, или пограничная, где-то, там, на Шакатане, или как у Турупи, и где там набрать ребят для того, чтобы они организовали военную часть. Приходится посылать. У нас то же самое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова